Всем привет, с вами Артём, вы на моём канале, и в этом видео я подробно покажу, как своими руками можно сделать недорогую менецианскую штукатурку. По цене обоев средней ценовой категории. Штукатурку я буду делать вот в этой комнате, в которой изначально были поклеены обои. Их сняли, также демонтировали потолочные плинтуса. Подготавливали их раньше, ну так себе, чисто под обои, как вы видите. Сейчас на такие стены нельзя клеить обои, так как они имеют множество дефектов, которые нужно исправлять. Поэтому исправлю дефекты, подготовлю стены и вместо обоев сделаю бюджетную венецианскую штукатурку. В общем, покажу вам весь процесс, он не сложный, но требует определенного времени. Для подготовки стен понадобится гипсовая шпатлевка и, в моем случае, совсем немного гипсовой штукатурки. Замешиваю штукатурку. Консистенцию делаю по ситуации. В данном случае она вот такая вот плотненькая, не жидкая. И теперь этой штукатуркой замазываю выбоины, отверстия и неровности. Большим шпателем на сдир снимаю все лишнее. Затем выравниваю примыкание, где был установлен плинтус. Конечно, это я мог бы не делать, просто потом заново наклеить новый плинтус. Но я не любитель потолочных плинтусов, поэтому стараюсь максимально их избегать. А здесь можно просто подровнять. Как видите, делаю все по факту, без особых заморочек и какого-то идеального выравнивания. Просто визуально более-менее формирую угол. Лучше всего работать шпателем 40 сантиметров. Если сложно, можно помогать придавливать его второй рукой. И не забудьте подогнуть края шпателя, чтобы они не царапали поверхность. Со штукатуркой закончил. Теперь нужно отшпатлевать стены. Пока штукатурка подсыхает, шпатлевать начну снизу. Размешиваю шпатлевку. Напомню, первой в емкость добавляется вода. Замес шпатлевки делаю жидким, как сметана. Но в то же время она должна удерживаться на шпателе. Вот так. Отмыл шпатель. Еще раз напоминаю, края шпателя я слегка подгибаю, чтобы они не царапали поверхность. Накладываю шпатлевку и равномерно растягиваю ее по стене. С жидкой шпатлевкой работать легко. Здесь главное хорошо прижимать шпатель к стене и держать правильный угол. Я держу угол относительно стены приблизительно 20-25 градусов. Для венецианской штукатурки не нужны идеально ровные стены. Поверхность просто должна быть гладкая. И досмотрев это видео до конца, вы поймете, как это можно сделать. И узнаете, как можно сэкономить материал. Обратите внимание, перевернул шпатель и провел по стене. Появились вот такие царапины. Если вы не подогнете, либо не закруглите края у нового шпателя, у вас будут похожие царапины. Имейте в виду. Так выводятся углы. Полотно шпателя подношу в угол. Жму на него, чтобы шпатлевка переместилась к углу. И стягиваю ее в бок. Здесь главное, чтобы сильно не тряслись руки. Если что, можно помочь второй. Да, и не стоит с первого раза пытаться сделать все идеально, как на картинке. Только потеряете время. Задача равномерно нанести шпатлевку тонким слоем. Если шпатлевка в бедре начала густеть, подлейте в нее совсем немного воды. И перемешайте еще раз, чтобы раствор был жидким. Примыкание, которое я штукатурил, нужно сначала почистить. Убрав шпателем все излишки, которые прилипли, торчат и сыпятся. Затем также наношу шпатлевку. В труднодоступных местах прохожу шпателем меньшего размера. Поэтому лучше иметь несколько штук. К примеру, 10, 20 и 30 сантиметров или 40. Первый слой шпатлевки нанесен. И у меня на эту комнату ушло пару часов. Теперь давайте поближе посмотрим, как он выглядит. А выглядит он не идеально. Так и должно быть. Это всего лишь первый слой. Конечно, я бы мог и лучше его вытянуть. Но смысл видео показать, как это сделать, а не как я это умею. Я надеюсь, вы меня поняли, что с первым слоем можно сильно не заморачиваться. Все равно идеально не получится. Теперь, не дожидаясь высыхания, шпатлюю стены вторым слоем. Начинаю оттуда, откуда и начинал. Только сверху. Первый слой шпатлевки уже затвердел. Еще бы, на улице плюс 30. Шпатлевка такая же жидкая. Наносится точно так же. Только второй слой тянется гораздо легче и аккуратней. Грунтовать стены перед вторым слоем нельзя. Грунтовать нужно перед первым слоем шпатлевки. Но если вы заметили, я не грунтовал, потому что стены были пропитаны старым обойным клеем. И грунтовать не было смысла. Вот такой консистенции должна быть шпатлевка. При нанесении второго слоя я также держу шпатель под углом приблизительно 20-25 градусов. И хорошо его прижимаю к стене. Иногда нужно и третий слой нанести. Например, если основание из цементно-известковой штукатурки. Или у вас второй слой не очень хорошо лег. Третий слой точно хорошо получится. Прошли выходные. Стены высохли. Вот так они выглядят. Хозяйка за выходные зачистила шпатлевку на потолке и покрасила потолок. Следующий этап зачистка стен. Работа пыльная, но с ней справится каждый. Берем вот такой простой инструмент. Называется брусок для шлифования или терка. Крепим на нее наждачную бумагу зернистостью 120. И вручную вот такими движениями чистим стены, убирая все дефекты. Здесь навыки не нужны. Здесь нужно терпение. Если терпения нет, попросите друга, соседа и накройте ему поляну. Это первый вариант. Второй вариант. Можно использовать эксцентриковую шлифмашинку. Ее платформа делает вращательные движения и колебательные. Чистить ей раз в пять быстрее. Иногда есть даже смысл приобрести такую машинку, если у вас большой ремонт. Китайцы стоят недорого, а чистить ей можно много чего. Друзья, у меня для вас отличная новость. Павел Алексеев, автор канала «На коленке», разыгрывает на своем канале три новеньких эксцентриковых шлифмашинки. Розыгрыш состоится уже скоро. 20 июля в прямом эфире на его канале. Пока участвует совсем немного людей, поэтому у каждого из вас есть возможность выиграть такой инструмент. Ссылку на розыгрыш я оставлю в описании под этим видео. Поскольку при работе такой машинкой много пыли, я подключу ее к пылесосу. Пылесос у меня промышленный «Тастпром». Предоставлен компанией «Русский пылесос». Я еще сделаю обзор на этого зверя, а ссылка на него будет в описании под этим видео. Как подключить любой пылесос к электроинструменту за копейки, выпущу отдельным роликом. Начинаю от угла. Стены нужно зачистить так, чтобы не было видимых дефектов. Они должны быть гладкие. Наждачную бумагу для ручной терки и для шлифмашинки я беру зернистостью 120. Она быстро чистит и не оставляет заметных царапин. Стены зачищены и теперь их нужно обязательно загрунтовать проникающим грунтом. Заклеил по периметру потолок малярным скотчем. Грунт использую концентрат. Развожу с водой по инструкции. На стены грунт наношу с помощью обыкновенного фасадного валика. Грунт накатываю снизу вверх. Если делать так, как я, брызгов будет минимум. С помощью валика на шпатлевку грунт ложится лучше и глубже проникает. Поэтому в данном случае я не использую распылитель. Примыкание вдоль потолка грунтую валиком поменьше. Грунт высыхает в течение 3-5 часов. Следующий этап – покраска стен водоэмульсионной краской. Чаще всего я использую фасадную краску, так как у нее гораздо лучше укрывистость. Производитель краски непринципиален. Цвет заказчица выбрала серый. В краску я всегда добавляю немного воды. На большое ведро до 1 литра. И хорошенько перемешиваю. Краску наношу тем же фасадным валиком. Вы можете красить другим, но мне больше нравится красить фасадным. Углы прокрашиваю маленьким валиком. Он также с длинным ворсом. Друзья, цвет краски может быть абсолютно любой на ваш вкус. Ее можно заколировать вручную, купив краситель нужного цвета. Либо сделать компьютерную колировку прямо в магазине. Наша краска была на акции, с большой скидкой. И нам ее еще и бесплатно заколировали. Поэтому в этот раз я не заморачивался. Стены я всегда крашу в два слоя. Сначала наношу один слой. И затем, когда полностью покрасил все помещение, не дожидаясь полного высыхания, крашу вторым слоем. После того, как краска высохла, следующий этап, с которым справится каждый. Зачистка краски. Нужно всего лишь немного терпения. Берем терку с наждачкой. Наждачка с зернистостью 180. И вот такими движениями шкурим стены. Должно получиться примерно так. Местами совсем гладко. Местами видна будет небольшая шагрень. Если присмотреться, все это будет напоминать тучки. Для экономии времени я воспользуюсь эксцентриковой шлифмашинкой. Наждачка также с зернистостью 180. Краску можно было и не шкурить. Но тогда фактура, сам рисунок будет другой. И материала уйдет в разы больше. Как видите, при зачистке краски я не использую респиратор, так как пылесос полностью втягивает всю пыль. В конце в углах все равно приходится пройтись ручной теркой. Вот так выглядит поверхность после зачистки. Она очень гладкая. В некоторых местах я краску перетер. Ничего страшного. Исправлять не нужно. Видно, этого не будет. Для нашей венецианки нужно купить декоративную штукатурку «Мокрый шелк». Производителей такой штукатурки множество. В описании напишу несколько самых распространенных. Штукатурку сегодня выбрал «Альпино Велюр Эффект». Это тот же «Мокрый шелк». Это не реклама. Сегодня она на скидке 30%. Как же не взять? К тому же рядышком лежит каталог, где можно выбрать цветовую палитру. И мне ее бесплатно заколируют. Изначально такие штукатурки в серебристой базе. Можно также купить любой колер любого цвета. И вручную заколировать штукатурку и краску. В этой баночке 1 килограмм 250 грамм материала. Выбрали вот такой серенький цвет. Для нанесения ее на стены понадобится вот такая похожая кельма для венецианки. На сегодняшний день стоят они недорого. Либо купить самую дешевую гладилку и болгаркой ее обрезать. Вот моя самодельная кельма. Поверьте, не хуже. Главное наждачкой скруглить края. Берем на краешек кельмы немного материала. И вот такими движениями размазываем ее по стене. Поверьте, после всех этапов это самая простая работа. Сейчас мы позовем заказчицу. Пусть она попробует. Надя! Иди сюда на секунду. Короче, мне надо, чтобы ты попробовала наносить эту штукатурку. Смотри. Вот так вот делаешь. К стене. Ну, прижимаешь гладилочку. И просто размажешь. Неважно, какие движения. Ну, может, вот такие вот круговые движения. Но проще всего. Вот так вот. Раз. Раз. И опять же, подожди, подожди, подожди. Так. И. Ну, вот так вот. Попробуй. Тебя еще круче получается, чем у тебя. Ну да, зачем ты вообще не надо? Просили. Да. Вот, смотрите, ребят. Вот, реально, вот. Очень легко. Мне кажется, я люблю исправиться. На самом деле, всем, кому я не давал кельму попробовать вот наносить эту грецанку, у всех получалось. Тут самое главное, я говорю, что это подготовка вот этих вот стен. А сейчас стены гладенькие, они прям вообще по ним. Рука скользит так. Ну, отлично. Ну, отлично. Можно подрабатывать? Я думаю, что мне можно идти домой, а ты уже сама здесь закончишь. Ну вот, смотрите, да? Как это все выглядит. В углах я лично наношу штукатурку просто пальцем. Очень удобно. Затем от угла уже стягиваю. Штукатурку я накладываю на крышку и уже с крышки беру ее кельмой. На кельму беру совсем немного. У штукатурки очень маленький расход, а при моей технологии расход в два с половиной раза меньше заявленного. На комнату мы купили всего лишь два маленьких ведерка. Первое ведро закончилось, мне не хватило совсем чуть-чуть. 1,2 килограмма мне хватило на 28 квадратов. Вы только представьте, хотя банка рассчитана в среднем на 10. В труднодоступных и кривых местах штукатурку наношу силиконовым шпателем. Так выглядят стены после нанесения. На 33 квадратных метра ушло полтора килограмма. Расход составил 45 грамм на квадратный метр. Вы только представьте, а стены выглядят очень красиво. Во втором ведре еще очень много материала, поэтому покажу, как можно еще делать дальше. Берем на кельму штукатурку и наверх наносим точно такими же движениями. Рисунок получится более насыщенный. Но лучше вторым слоем прижимать гладилку к стене и размазывать штукатурку круговыми движениями. В такой работе нет ничего сложного. Испортить тоже сложно. Мне кажется, как бы ее не наносить, она все равно будет круто смотреться. Еще раз обратите внимание на этот рисунок. Я наношу второй слой и вот как стало. Такой рисунок тоже красиво смотрится. Он более бархатный. Напишите в комментариях, а какой рисунок больше понравился вам. Заказчице понравилось два варианта. Эту стену она решила оставить так. Остатки штукатурки хранить в стеклянной банке под железной крышкой. Покажу пару примеров. Розовый цвет, голубая подложка и серебристая база. В конце на пол положил ламинат. Об этом будет отдельное видео. Ремонт завершен. Класс! Одна из моих самых любимых штукатурок. Мне она нравится в любом цвете. Друзья, ну а на этом мое видео подошло к концу. Все материалы и стоимость материалов я укажу в описании под этим видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Обязательно жмите кнопочку и колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами был Артем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok